Здравствуйте! 21 марта этого года в небольшом поселке Лобово на севере Свердловской области состоялось значительное событие. С этого дня Детско-юношеский центр патриотического воспитания будет носить имя Героя России спецназовца ФСБ Андрея Туркина. На это мероприятие из Анапы приехала мама героя Валентина Ивановна Туркина. Когда есть память, человек живой. Когда есть память, человек с нами. И сегодня, в день знаменательного события, я низко кланяюсь родителям погибшего героя. Я низко кланяюсь всем матерям тех героев, которые, не щадя своей жизни, защищали жизнь нового поколения. И пусть этот клуб, который сегодня создается и будет называться именем Героя России, всегда несет с достоинством и честью его имя своими поступками, делами, своими дальнейшими подвигами, которые обязательно совершат наши ребята, которые занимаются в данных клубах и которые с честью и достоинством несут память о наших героях. Вечная слава нашим героям, погибшим. Вечная память. Он был душой коллектива, старался быть всегда впереди, защитить других. Где бы ни оказался он, куда бы ни бросила его судьба, разом появлялись вокруг товарищи, друзья, земляки. Да как не появиться, если родился он на Урале, вырос в Краснодарском крае, а служил в Забайкалье и Средней Азии. Вся география страны в одной короткой судьбе. Спасибо вам большое, что вы прославляете имя Андрея, что вы организовали такой клуб в памяти Андрея, назвали его именем. Спасибо вам большое, дорогие земляки, что память о нем жива. Это не только надо павшим, это надо живым. Есть подвиги Великой Отечественной войны, но вот сейчас уже дети, а Великой Отечественной, как бы это ни было глобально и ценно для нашего народа, но уже мало знают о ней. А здесь наш современник, вот он рядом буквально, был. Я говорю, они уже о той войне не знают, про эту еще не знают. Может, и никогда и не узнают. Но воспитывать их все равно на чем-то надо. В декабре 2012 года ребята из патриотического клуба «Клинок» поселка Лобо Свердловской области впервые приехали в гости в первую школу города Беслана. Тот прием, который им устроили ученики школы, просто поразил ребят. Ребята, давайте я вас представлю. Это вот первая школа «Клинок», а это военно-патриотический клуб «Клинок» из поселка Лобо. Очень приятно! Кто самый младший? Самый младший! Самый младший! Самый младший! Вам тоже нравится! Спасибо, спасибо, самому! Спасибо! Да, возьмите, спасибо! Спасибо! Это все, да! Теперь по очереди все выпить! Сначала маленький, а потом самый старший! Самый старший! Самый старший! Уральский и осетинский школьники очень быстро подружились. Ребята из Беслана с удовольствием показывали красоты Северной Осетии, рассказывали об обычаях и традициях своего народа, угощали знаменитыми осетинскими пирогами. Как было бы здорово, если бы эти поездки приносили только положительные эмоции. Но пройти мимо трагедии, произошедшей 10 лет назад, не получается ни у кого. Редкий человек выйдет из этого спортзала с сухими глазами. Трагедия, произошедшая 10 лет назад, не становится историей. Она остается больной, не затягивающейся раной. Потому что я очень хорошо эти последние минуты помню. Мысль была, пусть скорее все это кончится как угодно, только скорее. Единственное, за что я себя ругаю, что я сына не пустила. Он мне говорит, мама говорит, нужно, я пройду, попробую туалет. Вот туда тоже выпускали иногда, в тренажерный зал. Я думала, что может быть, те же кричат, не вставать, не ходить. Расстреляем. Я просто побоялась. Я говорю, вотчик, а если он тебя сейчас положит? Я знала, что будет вот это. Хотя никакой гарантии нет, что там. Там тоже было заминировано. Надежда Ильинична Гуреева сама пережила ужас тех дней. Из троих ее детей выжила лишь одна Иришка, в тот год пришедшая в первый класс. Сын Борис и дочка Верочка навсегда остались в том пекле. Именно в Беслане из первых уст мы услышали рассказ о подвиге спецназовца ФСБ Андрея Туркина. С первого сентября Андрей Туркин с семьей должен был уехать в отпуск. И его мама Валентина Ивановна даже не знала, что ее сын участвует в штурме здания Беслана. Но он не мог поступить иначе. Зацепил Андрей Туркин. Мгновенно оценить обстановку и броситься на гранату, при этом еще свалив этого террориста, закрыть с собой детей. Мы же были в этой столовой, помещение маленькое. Я говорю, то есть мгновенно оценить обстановку, принять такое решение. Хотя он всю жизнь готовился, чтобы спасать свою жизнь, чтобы выполнять задачу, ему нужно было всегда сохранять себя. А здесь, я говорю, ну это какими, не знаю, там, моральными качествами надо обладать, чтобы это сделать. Ворвавшись в столовую, Андрей успел уничтожить одного боевика. Сам получил ранение, но не остановился. Заметив движение, выстрелил в метнувшуюся тень. Но в доли секунды успел оценить обстановку. В гущу детей летела граната с сорванной чекой. Решение пришло мгновенно. Даже девочка Надя, у ног которой оказалась граната, смогла выжить, потому что Андрей накрыл гранату своим телом, спасая десятки детских жизней. Встретились на кладбище. С отдела ребята были, мы с Наташей были. И когда Надя пришла с мамой, мама Залина, Залина встала перед нами с Наташей на колени. Просила прощения у нас, что Надю он спас, а сам не спас. Я ее подняла, мы обнялись, поплакали. Я говорю, Залина, не вини себя, потому что он сделал свой выбор. Он готовил себя к этому подвигу. Это его работа. У нас дети, они практически не знают героев. Для них, для многих сейчас героев, это вот всякие супермены, бэтмены и так далее. То есть то, что видят по телевизору, то, что играют в компьютерные игры. А реальных людей, которые совершают подвиги, совершают поступки, мужественные поступки, например, о которых можно учиться, воспитывать все какие-то качества, ценные жизни. То есть они этого не знают. А знать это нужно. Мы уже как родные. Надя закончила 11 класс, поступила в мединститут. Хотя до этого боялась крови. Она поступила в мединститут. Она успешно его закончила. Она вышла замуж. Я на свадьбе на ее присутствовала. И другие вдовы приезжали на свадьбу. Свадьба очень веселая была. Она вышла за своего одноклассника. Он ее с детства любит. Наши фирмы – шарфики, цветок нашего плата. И нашу фирменную открыточку, она вам уже знакома. Чтобы вы всегда помнили, про нас не забывали. Вы теперь приняты в наше братство. И если вы встретите человека в таком шарфике, иногда вине, или в шарфочке, вот связанном вот так, то вы знаете наш человек. Дети очень веселые, отзывчивые. Больше всего, конечно, запомнились горы на Кавказе, очень красивые. Знаете, это очень хорошие ребята, которые очень общительные. И, если честно, нам очень понравилось с ними общаться. Потому что поначалу мы как-то не знали их, и мы хотели поближе познакомиться, узнать. Все-таки, как-то люди переехали задалека. Но, в принципе, мы разницы не почувствовали. Нам было очень приятно с ними общаться. Спасибо Северной Осетии за то, как вы нас встречали. Низкий поклон, присланный в первой школе. Наши ребята говорят, что вы пришли к себе президентами, когда в Галиле несколько дней назад сюда. И были так встречены обласками вами. Вам низкий поклон. Обещаю, еще приедем. И Лохин пригласил всех летом к нам. Подтверждаю, закрепляю, ждем. Спасибо. Честно говоря, я много ездил, плывал в разных школах. И вот за эти дни я просто влюбился по сети. Вас всех. Я не знаю, как я буду без вас жить. Если бы у меня была вторая жизнь, то я бы пройдет в этот день. Вместое говорю. Желаю вам всем крепкого. Болгих лет. Приезжайте к нам. Браво. Всем спасибо. Ребята маленького уральского поселка Лобова и школьники Беслана не просто дружат и переписываются. Они приезжают друг к другу в гости. Летом минувшего года в патриотический лагерь на Урале приехала делегация школьников из Беслана. Дорогие гости, мы встречаем хлебом и солью. Ощущения незабываемые. По прибытию на Урал в лагерь «Маяк», начиная от встречи, детской радости, которую мы почувствовали, как только спрыгнули с автобуса. Еще до детей не дошли, они уже визжали, кричали от радости, дух захватывало. У детей осталось массово вспоминаний об этом времени. Новые друзья, новые знания и навыки. АПЛОДИСМЕНТЫ Второй месяц, дорогие пухолеты. Первая месяц, чтает баллов. АПЛОДИСМЕНТЫ Расставаться было трудно, но дети знали, что расстаются не навсегда. Уже в сентябре был запланирован ответный визит. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это главная, конечно, была задача, чтобы ребята приехали. Не все так просто в наши дни дается. Ну, видимо, с Божьим проведением все-таки все это состоялось. Ребята полным составом здесь у нас, в гостях, на Урале. Конечно, у нас своя, так сказать, экстремальная специфика. Но самое главное ведь это общение. Общение и нас, взрослых, с детьми, и молодежи между собой. Нам очень понравилась поездка. Мы бы хотели еще раз приехать. Теперь эти два далеких друг от друга населенных пункта связывают незримая нить трогательной детской дружбы. Очень надеюсь, что они пронесут ее через года и передадут память о героях, спасавших их жизни, своим будущим детям. АПЛОДИСМЕНТЫ